здравствуйте дорогие друзья знаете любопытно наблюдать за новостями в конце прошлой недели гуманитарная помощь наша мчс посылает в китай гуманитарную помощь ну множество груза и большая часть это марлевые повязки марлевые повязки ну естественно братская помощь помочь хорошее дело хорошее замечательное хотя в это время в москве масок масок нету я сам не увлекаюсь масками ну вот кто-то мне из знакомых говорил что там в одной аптеке в другой аптеке ну масок нету даже но не по какой цене ну хорошо но в китае из москвы огромный груз масок поставлен ну что же делать у нас же но нет заразы зачем нам не нужно поможем поможем китайцам и в этом же выпуске новостей опять же про марлевые повязки уже там на производстве что-то где-то где-то где производят вот эти эти повязки и женщина руководитель производства жалуются что компонентов для этих марлевых повязок нету кончились потому что они производятся они приходят из китая наши только что-то здесь то ли переклеивают эти шильдики что сделано в россии то ли еще что то то есть маски это китайские наши только их упаковывают то есть мы даже даже вот этой технологии ты ну что там марлевая повязка что там ерунда не надо там каких-то супер там технологий для этого ну марли что-то там пропитка какая-то может быть в лучшем случае какой-то фильтр но не больше то есть это невысокотехнологичное изделие и все все поставляется из китая наши только здесь фасуют и их же мы отправляем в китай и же их маски мы им в помощь отправляем вообще друзья мои мы что-нибудь производим я но не первый раз вот это что даже наше производство здесь в лучшем случае это производство сборка сборка из китайских составляющих компонентов где промышленность где не видно не знаете раньше там советский союз рабочий класс на него опирался владимир ильич ленин ну и коммунистическая партия сейчас рабочий класс кто это где где рабочие где заводы производства просто убита где же производятся эти великолепные ракеты которым мы грозим всему миру где же что-то не слышно от танка хармата куда они делись то все один раз показали может они фанерные были так там еще без двигателя ножками знаете как во флинстоунах танкисты передвигали ну тягостное впечатление конечно тягостно потому что вместо того чтобы развивать промышленность свою про ну как можем как можем пусть это будет хуже чем у других но надо что-то делать свое для этого нужны специалисты у нас ничего рабочих никто не готовит профобразования нету инженеров нету ничего нету сидим можно сказать с голым задом и фантазируем и просто фантазируем что мы догоним перегоним мы независимо от чего-то независимый надо как раз внутри быть и развиваться учиться не умеем ну это китайцы тоже ничего не умели и до сих пор может там тырят со всех сторон но у нас же реально талантливые люди но программа программа этих мерзавцев по уничтожению нашей страны в действии уже похоже подходит к завершающей завершающей своей стадии потому что промышленности нету образования нету науки нету здравоохранение само собой тоже тоже все все фейковое все внешний внешняя оболочка тоненькая оболочка и внутри в лучшем случае ничего такая конфетка обмани меня раньше в детстве бывало такие делали там шутили в детском саду хорошую конфету а там а там шиш ну либо какая дрянь у нас интересно друзья мои пустота там или дрянь или хоть где-то у нас все-таки есть еще эти конфетки то еще не не добили эти эти гады не все еще уничтожили все-таки где то есть вот с чего-то то должно вот какое-то зерно семя быть из которого ну поднимется как-то наша страна вот этот паразитизм уйдет и и начнем мы делать что-то такое делать производить хоть что-то хоть интеллектуальную продукцию не можем руками хоть 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 фантазий грустно друзья мои но играем и играем теми картами которые нам раздали поэтому руки не будем пускать будем бороться как-то какими-то методами хотя бы возмущением все дорогие мои пока